Всем привет! Меня зовут Сергей Брунов, и это хобби-шоу «Окнутые люди». Когда мы с социальной сетью «Одноклассники» объявляли поиск людей с уникальными хобби для этого проекта, я даже не думал, что открою для себя столько нового. Оказалось, что кроме кулинарии и вязания есть примерно миллион самых разнообразных хоббий, и все это можно увидеть в разделе увлечений в «Одноклассниках». Или в нашем шоу! Вы вновь увидите на этой сцене людей, которые увлекаются невероятными вещами. Браво! Полегче, полегче. Мы увидим не только талантливых участников, но и не менее талантливых звезд. Мы рискуем! Вы очень нас путали. Ого, Ошеньки-хого! Никогда не выигрываю в телевизионных играх. А ты сегодня начнешь. А передача покажет. Меня зовут Сергей Брунов, и это хобби-шоу «Окнутые люди». Но вы же не притащите сюда тигра. Так откуда ты знаешь? Это же «Одноклассники», они могут все что угодно. Его хобби – спортзал, и рад в пятилетку выпустить хит. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, все будет хорошо. Ведь у нас в гостях Дмитрий Анатольевич Фомин. Привет-привет. Она снялась уже в десятках сериалов, фильмов и реклам. А мы по-прежнему любим ее за клип «Лабутене». Актриса уровня люкс Юлия Топольницкая у нас сегодня в гостях, друзья. Митя, Юля, вот ваши соперники. Брутальный и красивый. Отличный ведущий. Занимается спортом и много читает. Один минус. Зовут не Сергей. Дмитрий Шепелев, ваши аплодисменты. Привет. Спасибо. Спасибо. Ее любимое имя – Толик. Ее любимая порода собаки – Мальтипу. Но сегодня этот час ты проведешь с симпатичным алабаем Сережей. Хобби. Хорошо, что пришла. Комик, продюсер, очаровательная Ирина Валерьевна Мехкова. Обе команды – это уже искушенные профи в мире хобби. Они провели не один час в разделе увлечений в одноклассниках и выбрали там по три человека с яркими талантами. Но не просто выбрали, а привели их сюда. Команды, ваша задача – угадать, чем увлекаются участники, которых привели ваши соперники. А сейчас давайте посмотрим на обладателей уникальных хобби. Встречаем наших участников! Участники команды Митти и Юли. Ольга, 60 лет, Москва. Маргарита, 29 лет, Санкт-Петербург. Артемий, 17 лет, Москва. И вот их потенциальные хобби. Танец живота, варит мыло, дрессировщик тигров, собачий модельер, чревовещание, трюки на мотоциклах. Как видите, есть нюанс. Участника три, а хобби целых шесть. Вроде есть выбор, но с ним вам будет только сложнее. А теперь участники от Ирины и Дмитрия. Анастасия, 32 года, Москва. Ирина, 31 год, Москва. Ильяс, 32 года, Казань. И их возможные хобби. Фаер-шоу создает ювелирные украшения. Музыка на фруктах, тверк, акробатика в воде, изучает ушу. С участниками мы познакомились. Осталось только рассказать, за что мы сегодня боремся. В каждом раунде вы сможете заработать деньги. В финале мы объединим банк победителей и проигравших. И весь этот приз отдадим тройке победившей команды. Вот и все. Давайте начинать, ребята. Что тебя так веселит, скажи. Очень классно на тебя смотреть. Вы лучший ведущий на свете. Митя, Юля, начинаем с вас. Сейчас вам предстоит определить, каким хобби занимается участник, которого привели ваши соперники. Ну, понятное дело, что просто так взять и угадать не может никто. Поэтому мы подготовили, как я это называю, видяшки с подсказками. Но прежде давайте встретим участника, чье хобби вам нужно угадать. Анастасия, идите к нам скорее сюда. О, прошу вас. Благодарю вас, Анастасия. Ну что, Митя, Юля, какие соображения? Какое хобби может быть у Анастасии? Да вообще любое. У Анастасии может быть любое хобби. А можно ближе посмотреть на Анастасию? Нет, нет, нет. Нельзя, правило. Я вообще к тебе, на самом деле, шел. Тоже нельзя. Так, ну что, значит, Анастасия может действительно играть на фруктов. Анастасия может создавать ювелирное украшение, совершенно очевидно. Может, конечно же, делать тверк. Я прям представляю, как Анастасия это делает. А вы, кстати, одной формы, ты знаешь об этом? Нет. Ты буквально теряешься за Анастасией. Мы сейчас отправим Анастасию готовиться к номеру, да? Анастасия, прошу вас. Это точно не акробатико-батент. Возможно. Смотри, как она идет. Смотри, как она грациозно просто плывет по сцене. У нас есть, как я уже сказал выше, видяшка с подсказками. Всего будет 4 подсказки. 4. Если вы остановите видео после первой подсказки, сможете выиграть 50 тысяч рублей. После второй 40 тысяч и так далее. Запомните, подсказки... Мы справимся. Вот, ребят, слушайте все. Вы потом будете хихиха-ха, а потом... Как так? Почему вы не сказали? Вот говорю. Подсказки идут от сложных к простым. Так что подумайте хорошенько, стоит ли торопиться с ответом. А когда будете готовы, нажимайте вот эту вот круглую кнопочку ОК. Итак, внимание на экран. Ребята, видяшку нам! Анастасия, 32 года. Совершенно точно выступление Анастасии будет горячим. Так что перед этим советую немного остудиться. Это может быть и тверк, и фаер-шоу. Давай еще возьмем подсказку. Давай еще одну. Однозначно. Не знаю, поможет ли это вам, но у Анастасии просто шикарные ноги. Я бы точно отдал за них свой голос. Просто сказка. Я думаю, тверк. Я думаю, что давай, может быть, еще одну возьмем, нет? Ну хорошо, давай, давай тогда тверк. Да, давай. Хобби Анастасии это никакая не фальшивка, а кристально чистый талант. Задумайтесь, ведь мы дали вам аж две отличные подсказки. Отличные. Так, все, все, давай. А все, хватит. Смотри, отличные, давай, смотри, а почему от... Значит, они от чего-то отличаются. Ой, ребят, холодно пока, не очень хорошо вы рассуждаете. Я же никогда не угадаю. Дает ювелирное украшение. Вы явно идете. Да, как-то очень неуверенно. Это либо фальшивка. Так, а кого ты слушаешь? Хорошо, все. Кого ты слушаешь врагов? А они вообще в том направлении или совсем в дебре? Ну хорошо, что про человека пока, ну... Здорово. Пока держат. Митя, душу, душу, отличные. Митя, Юль. Да, Сереженька. Там важно, я извиняюсь, что прервал размышления. Там помимо видеореда нужно еще слушать то, что говорит диктор. Мы слушали. Мы слушали. Он грел. Горячее выступление. Горячее выступление. Красивые ноги. Но аж две отличные подсказки. Отличные подсказки. Вот ты понимаешь? Аж две отличные подсказки. От личности. Отличительные. Подожди. Типа все поняли? Я поняла. А мы с тобой тупим, а мы с тобой просто тупим. Потом не говорите, что я вас отвлекаю. Юль, так не честно. Предыдущие. Что они на меня звонят, как на дебила? Я говорю, что? Никто не говорит. У тебя, Юль, создает ювелирное украшение. Ушу? Очень может быть. А, акробатика в воде? А почему тогда? Я просто так делал. А зачем ты так делаешь, Сереж? Просто я делаю так. Все они ржали, что мы дебилы. Мы абсолютно и дебилы с тобой. Отул что-то. Отул, отл, отл, отл. Юля, я все вижу. А не надо в нашу сторону смотреть просто на. Я тебя знаю много лет. Юля, Юля, Юля. Ноги, ноги. А они мне все равно никто не подскажет. Ноги, тверк. Акробатика в воде. Озвучивайте хобби, нажимайте кнопку. Акробатика в воде. Ну вообще тверк. Акробатика в воде, все. А как она здесь это будет показывать? Просто сюда воду не принесут. Так откуда ты знаешь? Это же одноклассники, они могут все что угодно. На кону 30 тысяч рублей. Ваше решение. Ну давай, хорошо. И ваше решение. Акробатика в воде. Акробатика в воде. Принимайте. Сейчас посмотрим. Ох, сердечко-то у меня выпрыгивает. Сейчас, сейчас все будет. Сейчас как кушу начнется. Сейчас кушу начнется. И ты у меня убьешь, да? Очень дорогущий экран. Да, богато тут у вас, конечно. На кону 30 тысяч рублей. Митя и Юля думают, что увлечение Анастасии это акробатика в воде. Так это или нет, мы сейчас узнаем. Внимание на сцену. АПЛОДИСМЕНТА Редактор субтитров А.Семкин